Всем привет, с вами Прия. Информация касательно Shadowlands пополняется. Скоро альфа будет, видосик об этом уже есть на ютубчике. Если желание есть, можете глянуть. Да и другие, конечно, видосики есть на ютубчике по Shadowlands. Но все же конкретно сегодня в Battle.net лаунчере появилась дополнительная информация о обзоре способностей ковенантов. Что в этой статье написано? Написаны абсолютно почти все способности у ковенантов. Что это вообще такое? Если вы впервые об этом слышите, само собой вы должны понять, что такое ковенант. Это типа орден, в который вы вступаете, по-моему, в старте Shadowlands. И вы получаете какой-то определенный бонус. Первый бонус, он является общим для всех классов. Второй уже меняется в зависимости от класса и, по-моему, даже от специализации. Сейчас мы все это рассмотрим. Я выскажу свои некоторые личные комментарии, где это может быть полезно. И как это, вероятно, полезнее можно будет использовать. Начнем же. Собственно, вот мы открываем наш этот любимый батлнет-лаунчер. Нам тут написано то, что Темные земли контролируют 4 группы, все они остро нуждаются в помощи героев Азерота. За вашу помощь ковенанты будут готовы поделиться частью своей силы. Также предоставить вам различные награды, бонусы и прочие полезности. Над прочими полезностями заключена фраза о том, что мы там какой-то еще трансмок будем получать. Кайфовый. Окей, как говорится, поживем-увидим, посмотрим, какой кайфовый имеется у нас трансмок от этих ковенантов. Посещая владение каждого ковенанта, вы сможете лично испытать предлагаемые ими способностями. Потом вы сможете выбрать, к какому из ковенантов примкнуть. Ну, то есть у нас будет, походу, какой-то якобы тест-ран, где мы можем глянуть, что такое вообще, например, ковенант Кирий. И только потом мы там можем определиться. Кирий — это обитатели бастиона, которые похожи на ангелов и являются воплощением смирения и верности своему ордену. Ну, такие, как, знаете, валарьяры, наверное, скорее всего. Примерно это так будет выглядеть. Некролорды. Ковенант некролордов, в которые входят лечивые начальники и шпионы, разместился в Малдракусе. Это армия защитников темных земель. Ну, то, что лечивые начальники всякие, это звучит как-то немножко подло, особенно то, что еще и шпионы присутствуют. Но, наверное, это будет такой ковенант стильненький. Далее. Ночной народец. Это, конечно, смешно. Эти защитники природы живут в Андервельде и служат проводниками душ в круговороте жизни и смерти. Именно благодаря их помощи полубог Кенарий смог вернуться в Азерот в ходе событий дополнения Катаклизм. Вот только что-то в Катаклизме, по-моему, об этом ничего не было рассказано. Ну, да ладно, окей. Вентиры — это обосновавшиеся в Ревендрете Вентиры, отличающиеся повадками вампиров и наказывают недостойных, стремясь очистить души грешников, направленные к ним Арбитром. Арбитр — это, по-моему, как король данного дополнения Shadowlands. Он будет, наверное, там чуть ли не финальным боссом. По-моему, об этом какая-то инфа была. И суть-то в чем? То, что они будут наказывать недостойных. Хотите, чтобы они вас наказали? Вот, вступайте к ним. Когда наступит время выбирать сторону, хорошенько подумайте, какие способности ковенантов вам подойдут. В любом выборном ковенанте вы сможете изучить две способности, подчеркивающие его особенности. Первая из них — это способность ковенанта, которую могут получить все участники, независимо от класса расоспециализации. Она позволит вам по-новому взаимодействовать с игровым миром и поможет справиться с различными ситуациями, с которыми вы сможете столкнуться в темных землях. Вторая уникальная способность — неукальная для вашего класса и предназначенная для использования в бою. Ну, в принципе, то есть, как я и сказал изначально, то, что первая такая, вторая другая. Все верно. Мы подготовили для вас список с отличительными и классовыми способностями ковенантов. Просим вас учесть, что работа над всеми предоставленными далее способностями еще не завершена, и они могут измениться в ходе разработки и тестирования. А я вот тут заметил, немножко текста скрывается за счет моей включенной вебки. Давайте-ка я ее передвину, и мы продолжим. Вот, пускай, наверное, будет так, так будет немножечко поприятнее. Я теперь сверху. Здорово. Отличительные способности ковенантов. Написан ковенант и его отличительная способность. Что дают нам кирии? Призыв распорядителя. Вы зовете распорядителя, он приносит вам флакон безмятежности, восполняющий часть здоровья, снимающий проклятие, болезни, яды и эффекты кровотечения. Распорядитель также представляет ряд полезных услуг, но каждая доступна лишь раз в день. Если он за нас будет делать локалки хотя бы раз в день, это будет неплохо. Если он будет давать нам какой-то непонятный баф, который не особо-то и нужен раз в день, ну и черт бы с ним, зачем он нам сдался вообще, да? Ну а сам по себе эффект в целом неплохой. То есть, например, вы нагрели какую-то толпу мобов и юзаете. В итоге с вас снимаются проклятие, болезни, яды и кровотечения, и вы еще и хилитесь на какой-то объем. Ну процентов, наверное, на 50, я думаю, это будет вполне неплохо. Может быть на 30 или 35. Вентиры. Врата теней. Вы проходите сквозь тень, появляясь в выбранной области. Это, знаете, немножко похоже на модификатор пробуждающийся, то, что вы в другом мире переходите в другой участок карты. Но тут не нужно будет ни заходить ни в кой пилон, ничего такое прочее. Вас просто в темном этом мире перекинет вперед на, по-моему, там 60 метров, что ли. Что-то типа такого. Само собой расстояние это еще будет подкорректировано и изменено. Далее. Некролорды. Скульптор плоти. Вы создаете щит из плоти и костей, поглощающий урон, равный некоторой части вашего максимального здоровья. Но вы уже понимаете, что это будет актуально более для танков. Вы создадите более сильный щит, если во время использования способности будете стоять рядом с поверженным врагом. Стоим рядом с трупом, повышаем эффективность щита. Ничего тяжелого. Сам бонус по себе интересный, но более сильно он раскроется на танках, само собой. Потому что хпшечка у танков, она всегда больше, чем у хилов и дамагеров. Таков закон Варкрафта. Ночной народец. Облик души. Превратитесь в лесохвоста, чтобы повысить скорость передвижения. Вы можете повторно активировать облик души, чтобы телепортироваться вперед на короткое расстояние. В ходе игры вы сможете добыть или заработать другие косметические облики для лесохвоста, как я правильно понимаю. В открытых зонах данный эффект действует сравнительно недолго. Однако его действие не прекращается в зонах для отдыха. По-моему, это неплохая такая способность для кача. То есть, если лесохвост будет позволять нам двигаться быстрее, чем на маунте, это замечательно. В тот момент, когда мы будем прокачиваться. Если лесохвоста можно активировать в пещерах, и пещер будет много в процессе прокачки, это тоже хорошо. Это дополнительный спринт. Спринты всегда ценятся на прокачке. Но все же стоит отдать должное, спринты можно получить от каких-то и других вещей. Например, какие-то там реактивные сапоги есть из легиона. Оружейные, что ли, сапоги, которые инженерами крафтятся. Они позволят вам спринтовать весьма неплохо. Выбрав определенный ковенант, вы сможете выучить соответствующие его тематики классовые способности, которые расширят ваш арсенал. Каждый класс сможет получить по одной новой способности. Однако учтите, что некоторые классовые способности ковенантов все еще находятся в разработке. Поэтому их нет в таблице. Ниже нам показана анимация способности ковенанта Кири для жреца и для воина. Первая вот для воина, и вот вторая для жреца. Выглядит красиво, замечательно. Тут воин кидает копье, которое что-то делает. Прист, ну, хуй-то воодушевление делает призрачную форму. Окей. Сейчас мы будем все читать абсолютно, изучать вместе с вами. Классовые способности ковенантов для рыцаря смерти. Рыцарь смерти. Ковенант Кирий. Способность сковать недостойных. Вы осуждаете цель за былые прегрешения, уменьшая наносимый ею урон и некоторое время нанося урон от тайной магии. Время восстановления способности сковать недостойных сокращается, когда ваши атаки, расходующие силу рун, поражают противника с этим эффектом. Ну, такой бонус-то хороший, интересный, в соло-таргет вполне неплохо. Раньше мы осуждали на твиче за всякие высказывания людей, теперь мы еще будем и в игре осуждать какие-либо таргеты вражеские. Почему бы и нет? Далее. Винтиры. Клубящийся туман. Вас окутывает плотный туман, повышающий вашу вероятность уклонения. Некоторое время наносят в радиусе поражение урон от темной магии. Каждый раз при нанесении урона этой способностью вы накапливаете силу рун вплоть до максимального значения. Знаете, это по типу буря костей. Да, наверное, это по типу буря костей у Бладдека, только вы не расходуете, а восполняете РП, рунник пауэр, силу рун. Еще и уклон получаете вместо условного отхила от буря. Выглядит интересно, замечательно, но опять же, это скорее всего для танков из-за уклонения. Рука поганища. Вы на некоторое время отращиваете дополнительную руку, периодически нанося урон от темной магии, находящимся поблизости противникам. Если противник находится далеко от вас, вы притягиваете его к себе. По-моему, это больше какая-то ПВП-обилка. Я не думаю, что это где-то пригодится в ПВЕ, но все зависит от боев. Если требуется большое количество гриппов, да, это будет интересно. Если же это не требуется, то смысл? Оставшаяся способность ковенантов от ночного народца называется Дань Смерти. Она заменяет нашу лужу смерти-разложения. Что она делает? Оскверняет указанную область в течение определенного времени, находящимся в ней целям урон от темной магии. Пораженные противники наносят вам меньше урона, вплоть до максимального значения показателя уменьшения урона, а ваша сила повышается. Пока вы находитесь в этой области, ваш некротик страйк, некротический удар, и удар в сердце поражают дополнительные цели. Удар плети и стискивающие тени поражают противников рядом с целью. Удар плети взрывает язву. Так, хорошо. Но это то же самое, как и от обычной лужи эффект идет. Что получается? Стискивающие тени. Ну, тоже взрывают, да, получается. Короче, тот же самый эффект, но вот уникальный касательно некротического удара. Потому что некротический удар, по-моему, при текущей, например, разложенной луже, он не взрывается на нескольких целях. То есть он идет в соло-таргет. Удар плети работает по многим таргетам. Если там вы находитесь в луже, таргеты находятся в луже. Это вообще в целом интересно. То есть как для танка, то что мейнстат повышается, у мобов вытягивается дэмэдж. То есть прикольно на самом-то деле все это выглядит. И, ну, мне кажется, это очень хорошая способность. Конкретно, например, для танка. Но тут еще стоит задуматься, опять же. То есть от энкаунтеров. То есть, например, первая будет хороша в соло-таргет. Вторая в АОЕ какой-то для танка конкретно. Четвертая в АОЕ для и танка, и для дамагера будет, в принципе, хорошо. Идем дальше. Охотник на демонов. Элизийский декрет. Вы вырезаете на земле перед собой руны, взрыв которых наносит урон от тайной магии. И откалывает от душ противников малые фрагменты души. Фрагменты души — это механика демон-хантера. То, что там появляются маленькие фиолетовые осколочки рядом с мобами. Вы их собираете, получаете какой-то определенный бонус. Я не помню этот бонус, я не играю за демон-хантера сейчас. Но, в принципе, это хорошо. То есть, получать такие фрагментики с таргетов, ну, я думаю, это неплохо. Клеймо «Греха» отмечает противника одного клеймом винтиров, снижая скорость ближнего боя и произнесение заклинаний, и нанося урон от темной магии в течение некоторого времени. Клеймо «Греха» накладывается на всех ближайших противников при активации метаморфозы. То есть, вариативно, да, делают. Хочешь в соло-таргет без метаморфозы закидывай, хочешь закидывай в АОЕ при нажатой метаморфозе. Хм, интересно. Касательно некролордов в разработке еще находится способность основная. Ну, а вот у ночного народца, охота, вы совершаете рывок противнику. То есть, это еще дополнительная мобильность, чтобы вы понимали. Нанося ему урон от сил природы и обездвиживая его. Также вы на некоторое время отмечаете цель, в результате чего примененные против нее способности укус демона и иссечения дают вам больше гнева. Гнев это, по-моему, только у танков. То есть, как это будет работать для дамагеров? Хм, вопрос хороший. Ну да ладно. Правильно же? А нет, по-моему, гнев это как раз таки у дамагеров. У танков боль, насколько я правильно помню. Ну, все равно, то есть, как это будет работать для другой специализации. Потому что, как я правильно помню, там отличаются ресурсы. Раз в 30 секунд вы можете применить охоту повторно, чтобы телепортироваться за спину цели, игнорируя поле зрения. А, ну то есть, стоит цель за колонной, вы жмете способность этого ковенанта и все, вы за спиной у этой цели. То есть, раньше, например, хилы лосали вас за колоннами. Да теперь вообще не будут лосать вас за колоннами. Браво, браво! Замечательная способность для демонхантера. Просто самое лучшее, что только можно придумать. Хотя, может, я преувеличиваю. Друид. Родственные души. Вы создаете связь между собой и напарником. После восстановления способности вы можете усилить связь и получить эффект в зависимости от роли напарника, а также дать ему эффект в зависимости от вашей роли. Кто давно играл, прекрасно помнит способность под названием симбиоз. Он вернулся. Прожорливое бешенство. В течение некоторого времени применяемые вами заклинания друиды увеличивают наносимый урон, усиливают исцеление, повышают скорость на некоторый процент. Эффект суммируется. Если вы ничего не делаете в течение определенного времени, бешенство поглощает несколько процентов от вашего запаса здоровья за каждый эффект, оглушает вас и затем заканчивается. Ну, в общем, если будет какой-то босс, который будет давать вам микростаны, то вы не сможете нормально нажать эту кнопку. Вот, задумаетесь над ней. Адаптивный рой. Вы управляете роем, который восстанавливает здоровье в течение некоторого времени или за то же время наносит урон от темной магии. При этом эффективность наложенных вами на цель периодических эффектов увеличивается. По истечении времени действия рой перелетает к другой цели в пределах определенного радиуса, чередуя противников и союзников. Максимальное количество переходов ограничено. То есть, мало того, что вы будете еще кусать своих союзников этим роем, да, получается, так еще и при этом увеличиваются эффекты периодических эффектов. Вот. Собственно, у кого у нас больше доток сейчас? У совы или у кота? Ну, в Shadowlands это, ясное дело, будет изменения. В общем, у кого будет больше всего доток, для того это будет реально полезнее. Если брать это хилу, то, по-моему, это не особо имеет смысла. Хотя, если навешать его сразу на союзника, и этот рой все же не будет кусать союзника, то, может, это и для хила актуально. Интересно, в общем, его поюзать, потестить. Созыв духов. Вы взываете к ночному народцу, который дарует вам мощный заряд энергии. Затем, в течение 4 секунд, вы выпускаете шквал из 16 заклинаний и способностей друида. В зависимости от вашей активной специализации, вы применяете к находящимся рядом подходящим целям лунный огонь, гнев, восстановление, омоложение, озвучку, глубокую рану, полоснуть или железный мех. Это знаете мне, что напоминает? Вот в Харстоуне есть карта Йоксарон, также сейчас есть головоломка Йоксарона, и там кастуются случайные заклинания. 10 случайных заклинаний. Ну, вот тут примерно то же самое. Я не знаю, какой комментарий дать нормальный насчет этого, ну, ну, выпускает и выпускает заклинания, ну, чё бубнить-то, ну, пускай выпускает, как говорится, флаг ему в руки. Я не знаю, что сказать. Охотник. Резонирующая стрела. Выпускает в указанную область резонирующую стрелу, заполняющую эту область эхом аниме. Этот эффект позволяет вам атаковать противников в области действия, даже если вы их не видите, и повышает вероятность нанесения им критического удара. По-моему, кровь врага в текущий момент увеличивает вероятность нанесения им критического удара. То есть, просто эффект этой эссенции впихнули в резонирующую стрелу. Это интересно, кстати. И к тому же, если вы не видите цель, то есть это ещё дополнительный флайер, дополнительная осветительная ракета к арсеналу охотника, если она, конечно, остаётся в шадоу лэнсе. Ну, интересно, то есть стилистика охотника выдерживается то, что охотник такой, следящий за окружением, бдит, следит за окружением и ищет какие-то скрытые цели. Интересно. Это реализованная способность, и в принципе, в какой-то ауе-ситуации она может помочь. Но опять же, больше какая-то пвп способность. Ну, пока что так её как-то вижу. Выстрел свежевателя. Стреляет в противника, вызывая кровотечение, наносящее периодический урон от тёмной магии. Каждый раз, когда выстрел наносит урон, вы с некоторой вероятностью получаете метку свежевателя, позволяющую применить убийственный выстрел к любой цели, вне зависимости от её здоровья. Убийственный выстрел — это экзекутка у охотника. И прок рандомной экзекутки от любого количества здоровья мы уже видели на воине. То есть, в текущий момент это ещё и прикручивают охотникам. Ну, в салатаргет это будет очень интересно, почему бы и нет. Шакрам смерти. Шакрам — это типа сюрикен, для тех, кто не в курсе. Вы бросаете в свою текущую цель смертоносный шакрам, постепенно наносящий всё больше урон от тёмной магии. Каждый раз, когда шакрам поражает новую цель, наносимый им урон увеличивается. Вы получаете некоторое количество концентрации. Это очень хорошо в ООЕ, какие-то бои. Это напоминает способность из Диабло. То есть, там очень много всякого арсенала есть у охотника на демонов. И шакрам — это одна из таких хороших способностей на демон-хантер, когда вы прокачиваетесь. На 60-м максимальном левеле она уже будет не очень. Что тут будет на 60-м левеле? Вопрос хороший. Хорошо ли покажет себя шакрам в рейде, например. Ну, например, в каких-то потенциальных мифик плюсах он будет хорош. Постепенно увеличивающийся демедж с регеном концентрации. Это звучит очень вкусно. Ну, это неплохая способность в ООЕ. Всё, что можно сказать. Маг. Сияющая искра. Или искра. По-моему, искра. Пускай будет так. Вы создаёте искру, наносящую как мгновенный, так и периодический урон от тайной магии. Цель получает больше урона от ваших наносящих урон заклинаний прямого действия. Эффект суммируется при каждом попадании. Рассеивается после применения нескольких заклинаний. То есть, знаете, есть тринкеты некоторые, у танков они очень популярны. Например, с кенгарота, помню, в анторусе был тринкет, который уменьшает получаемый демедж от 10 следующих атак. А тут противоположное действие. То есть, вы вешаете дебаф на цель, как типа от какой-то тринки, скажем, условно. И при этом эта цель получает от ваших костов чуть больше демеджа. И эти эффекты спадают после каждого попадания. Ну, какой-то дополнительный микро-демедж весьма интересный. Также, в момент того, когда мы кидаем искру, мы наносим демедж и вешаем еще дотку тикующую. Ну, соло-таргет хорошо. Очень даже. Истязающие зеркала. Создают зеркала истязающие противника. Каждый раз, когда цель применяет заклинание способность, одно из зеркал расходуется, нанося противнику урон от темной магии, также снижая его скорость передвижения и применение заклинаний. Последнее зеркало наносит противнику урон от темной магии, обездвиживая его и накладывая эффект немоты. Знаете, зеркальные копии раньше были у мага. Не помню в какой специализации, но вроде бы в Дреноре они еще были. Вот тут примерно что-то подобное. Но при этом еще эти копии люлей таких хороших раздают. Хорошо, пускай раздают. Че говорить-то о них, ну... Интересная способность для ПВП, либо в тот момент, когда вам нужно будет какое-то псевдо-соло-испытание сделать. Да, да. Дитя смерти. Вы превращаетесь в могущественного мага-скелета. В этом облике ледяная стрела, уйный шерд, шердейская вспышка существенно усиливаются, а урон от заклинаний увеличивается. Судя по описанию, Дитя смерти выглядит интереснее, чем первая способность, стоит признать. Но поживем-увидим. Интересно, какие все-таки на самом-то деле будут там цифры дэмэджа. Переходящая сила. Вы взываете к силам земли. Мы на шамане, что ли, играем? Или на маге все-таки? Давайте определимся. Нанося находящимся рядом противникам периодический урон от сил природы. Время поддержания, время восстановления способностей сокращается. Это некий прилив сил, который лучше кастовать в милист, целью того, чтобы нанести дэмэдж противникам. И к тому же это еще откат способностей, ну бурстов потенциальных. Ну в целом интересно. Хорошо. Оружие ордена. Это у кирий, у монахов. Все остальные способности, увы, пока что в разработке. Но мы рассмотрим эту, почему бы и нет. Ваша искусность на некоторое время увеличивается. И мы получаем с этого доп. эффекты. У монахов со специализацией танцующий с ветром мгновенно завершается время восстановления удар восходящего солнца. Использование этой способности уменьшает затраты ци на применение других способностей. То есть что получается? Удар восходящего солнца требует два ци, насколько я правильно помню. И искусность у монахов-дамагеров, она идет таким образом, то что если вы не повторяете нажатие кнопочек, то следующая ваша кнопочка нанесет на какой-то процент дэмэджа больше. То есть не стоит закликивать удар восходящего солнца, так как он все-таки еще будет требовать ци, на него только кдшка снижена. Но при этом идет уменьшение затрат энергии ци на применение других способностей. В общем, просто как пулемет будете жать ротацию с упором на удар восходящего солнца. Ваша задача дать их максимальное количество за действия данного ковенанта. У монахов со специализацией хмелевар мгновенно завершается время восстановления удар бочонком. Пораженные способностью противники получают от нее больше урона. Эффект суммируется несколько раз. Удар бочонком это, по-моему, удар в мели, который открывает пламенное дыхание для навешивания. И удар бочонком требует 40 ци. При этом поражают рядом стоящих противников. То есть ауешка с целью того, чтобы набрать классы, ой, то есть дэмэдж и все такое прочее. Агры еще набрать, к тому же ауешное можно с помощью удара бочонком. Ну, как-то что-то так себе. То есть это не на выживание, не на дэмэдж, что прям сильно как-то особо не направлено. Вот если бы, например, отвар железной шкуры восстанавливался полностью все 4 заряда, это было бы интереснее. У монахов хилов мгновенно завершается время восстановления купели сущности. Находящиеся поблизости союзники восполняют некоторое количество здоровья в начале и в конце поддержания этой способности. Купели сущности это такие, знаете, шарики. Отлетают, отлетают от монаха и регейн хпшечку. Способность сама по себе сильная, интересная, ну, как я вижу на аренах. И что в итоге? Ну, дополнительный отхил, это лишним никогда не будет. Это уж точно. Далее, паладин. Божественный благовест мгновенно применяет к нескольким целям способность шок-небес, щита мстителя или правосудия, в зависимости от вашей текущей специализации. Щит мстителя, это тарелка, да, насколько я правильно помню. Если это так, то можно все касты абсолютно кикнуть, как вариант. Это весьма неплохо. Шок-небес, это способность, вроде бы, которая направлена и на дэмэдж, и на отхил. То есть вариативная, и применить ее к нескольким целям будет тоже интересно. Правосудие, ну, если мы бьем сало-таргет, зачем нам ее применять к нескольким целям, эту способность в виде благовеста. Для ретрика непонятно, для танка интересно, для хила очень сильно, как мне кажется. Далее, пепельное освещение. Освещает указанную область, нанося урон от темной магии, распределяемой между противниками, и восполняя здоровье, распределяя исцеление между ранеными союзниками. Указанная область заполняется анимой, наносящей дополнительный урон от темной магии всем противникам. Находясь в области действия, вы получаете эффект освещения. Это не честно. Например, у ДК заменяется лужа, при условии то, что там дают другую лужу от ночного народца. Тут не заменяется лужа, то есть можно кинуть и одно освещение, и другое. То, что эффекты все распределены и все такое прочее, да, выглядит интересно, но смысл. Далее, Жрец. Благословение перерожденных. Дает вам этот эффект, благодаря которому вы получаете доступ к способностям кольцо перерождения и взрыв перерождения, и прибавку к скорости передвижения. Вот это вот очень прям полезно, кастеру особенно. Обе способности наносят урон врагам, исцеляют союзников, и позволяют накапливать энергию, которая взорвется после окончания действия благословения перерожденных, нанося урон и восстанавливая здоровье. И зачем это? Кольцо перерождения, взрыв перерождения. Наверное, кольцо это ауешный спелл, взрыв это таргетный. Обе способности наносят урон, исцеляют союзников. То есть, дополнительный дэмэдж, дополнительный отхил, например, у ШП есть кнопка под названием «Объятье вампира». Это интересная кнопочка, она позволяет хилить за счет нанесенного дэмэджа. Ну, тут примерно то же самое. Игры разума. Поражает разум противника, нанося ему урон от темной магии, искажая его восприятие реальности. В течение некоторого времени урон, который противник нанесет в свои цели, исцелят ее. Производимое им исцеление нанесет его цели урон. То есть, что мы получаем? Тут урон перегоняется в исцеление, далее исцеление перегоняется опять в урон. Какая-то круговерть дэмэджа, круговерть циферок в природе. Ну, иначе я сказать не могу. Выглядит интересно, посмотрим на практике. Нечистилое кольцо. Взрыв темной энергии применяет к ближайшим противникам эффект и восстанавливает здоровье ближайшим союзникам. Этот эффект наносит периодический урон от темной магии. Противники, которые наносят урон этой цели, восстанавливают здоровье. Противники, которые наносят урон цели, восстанавливают здоровье. Ага. А, ну то есть мы, получается, дамагаем цель и мы регеним себе хпшечку. Неужто присты полезные в плане отхила станут? Касательно все специализации абсолютно, все ковенанты на это направлены в целом. Хм, интересно, что даст нам четвертый ковенант? Жрецам. Не нам, вернее, вам. Тем, кто играет на пристах. Я-то не играю. В общем, интересно все выглядит. И правда, как-то все больше направлено не на нанесение какого-то прям убер-дэмэджа, как, например, у магов, а на какой-то отхил. То есть что-то в виде как-то саппорт-класса делается. Не знаю, насколько эта мысль верна, но видится это как-то так. Продолжительная отповедь для разбойника. Ковенанты пошли. Наносят противнику урон от тайной магии. Вытягивают его аниму и дают вам заряженный прием. Наносящие урон, завершающие приемы, которые поглощают столько же приемов в серии, сколько у вас приемов, наносят урон так, как если бы они зарасходовали 7 приемов в серии. Вау. Там такой хороший дэмэдж, что будет от 7 приемов в серии. То есть эта механика актуальная, уникальная. Будет очень даже, по-моему, сейчас максимальное количество это 6. И то со взятым талантом, если я не ошибаюсь. А тут будет целых 7. Это сильно. Если вы думаете, что это слабо, нет, это сильно. Мне так кажется. Не знаю. Резня. Убийственный удар, который наносит цели физический урон. Анима цели смешивается с вашим смертельным ядом, покрывая ваше оружие на следующие 5 минут. Убийственный яд наносит периодический урон от темной магии. Похищает некоторое количество исцеления, получаемого целью. Также увеличивает длину серии приемов. Это более какой-то продолжительный бафчик. На какие-то продолжительные бои, на свитч целей будет очень хорош. Ну и есть, конечно, некоторое сходство с похищающим жизнью ядом. Там он тоже хп-шечку регенил. Ну и тут имеется этот эффект. Зазубренный костяной шип. Вы вонзаете в цель костяной шип, наносящий периодический физ урон до тех пор, пока цель не умрет. Когда вы атакуете шипом, все остальные ваши шипы взрываются и поражают текущую цель осколками. При этом каждый шип увеличивает изначальный урон. Не понимаю, их можно хоть сколько втыкать? Если так и есть, то это интересно. И скорее всего, имеет даже смысл не бить эту цель, в которую воткнут шип. Если я правильно понимаю, чтобы какой-то ау-е-дэмэдж шел. Интересно. Интересно выглядит. Шаман. Тотем вечернего колокола призывает в указанном месте тотем. Три следующих наносящих урон заклинания или способности вызывают вспышку, наносящую урон тайной магии противникам вокруг тотема. Три следующих заклинания восполняют здоровье не более чем шести союзникам. Повторное применение во время действия тотема переместит тотем на новое место. У шамана имеется сейф. Не знаю, как сейчас, раньше он был. Назывался наставление предков. За счет наносимого дэмэджа вы исцеляли таргеты. Тут, ну, то же самое. Мы также исцеляем союзников при совершении заклинаний. Цепная жатва выпускает в цель волну аниме, которая затем направляется к дополнительным целям поблизости. Наносит противникам урона темной магии, восстанавливает здоровье союзникам. За каждую цель, получившую критический удар, время восстановления цепной жатвы уменьшается. Ну, можно сказать, это цепная молния, которая имеет большое КД, и за счет большего количества критов цепная жатва будет откатываться. Если вы возьмете этот ковенант, скорее всего, у вас будет упор на критический удар. С целью того, чтобы быстрее его откатывать и больше дэмэджа ауешного наносить. Но интересно ограничение таргетов, интересно КДшка этой жатвы, и на сколько она будет откатываться за нанесение крит удара. Остальные два ковенанта, ну, пока что еще в разработке. Идем дальше. Чернокнижник. Очищающее пожертвование наносит как мгновенный, так и периодический урон от тайной магии. Если цель погибает под воздействием этого эффекта, вы получаете несколько осколков души. Если цель выживает, то время пожертвования обновляется. Если цель выживает, время восстановления обновляется. Не обнуляется, а обновляется. Как это понять? То есть, время восстановления обновляется. Знаете, слишком много информации касательно этих ковенантов. Я не могу как-то правильно понять эту мысль. Я думаю, вы на свежую голову это все прекрасно поймете. Неотвратимая катастрофа призывает облако хаотичной аниме, летящее к выбранному противнику, и наносящее целям на своем пути урон от темной магии. Достигнув цели, аниме взрывается, накладывая на ближайших противников случайное проклятие, и нанося урон от темной магии. У варлоков возвращается механика проклятий. Это очень интересно, это возрождает класс времен прошлых дополнений, и то, что навешиваются эти проклятия, это хорошо. То, что это какой-то потенциальный АОЕ дэмэдж, это тоже хорошо. То, что еще наносится дэмэдж на стоящем мапцам на пути, это тоже хорошо. Хороший и стабильный АОЕ дэмэдж, который позволяет еще и дебавчики полезные навешать. Стрела опустошения. Вы выпускаете в цель стрелу темной магии, наносящую урон от темной магии, и увеличивающую урон от следующих применений способностей испепеления, похищения души или стрела тьмы. По мере уменьшения запаса здоровья вашей цели, урон от способности стрела опустошения и бонус к способностям увеличиваются. То есть, чем меньше у цели хп, тем лучше наши бонусы, и тем больше дэмэдж от этой стрелы опустошения. Это какой-то потенциальный экзекут. То есть, если, например, у нас будет какой-то босс, которого нужно будет быстро зергнуть с 30% до нуля, пример тому собака, которая сейчас имеется в неолоте. Ну, иначе она просто сосрет абсолютно все пространство. То есть, это неприятно немножко. И вот эта стрела была бы очень хороша, например. На таких боях тебе нужно очень быстро убить босса. Перевести его на какую-то фазу, или просто быстро снести ему последние проценты хпшечки. Воин. Последний класс, который дан нам в этом описании. Ну, а больше классов-то и нет. Да? Да, по-моему, да. Копьё Бастиона. Вы бросаете в цель Копьё Кири, которое наносит как мгновенный, так и периодический урон от Тайной Магии. Также позволяет накопить ярость. Поражённые противники на всё время действия эффекта привязываются к Копью Бастиона. Это идеально с целью того, чтобы вара не кайтили. То есть, из этой области цель просто не выйдет. Есть Вихрь Урсола у друидов. И какому-либо таргету достаточно всего лишь один раз из него выйти. И после этого, ну, можно спокойно через него уже выйти. Тут же привязывается цель до окончания этого Копья. Сколько оно будет длиться, вопрос хороший. Но это идеально с целью того, чтобы какие-то маги нас просто не кайтили. Порицание, которое заменяет казнь. Порицает противника, заставляя его страдать за совершённые грехи и нанося урон от Тёмной Магии. Можно применить только к цели запас здоровья, который выше 80% или ниже 20%. Вот знаете, я сейчас вспомнил одну интересную вещицу касательно вот этого ограничения, то, что выше 80% или ниже 20%. Это же сходство с эссенцией под названием Вздох Умирающего. Новая эссенция, добавленная в 8-3. И там тоже бонусы такие есть интересные касательно этих процентов. Ну да ладно. Также ослабляет основную цель, превотвращая некоторое количество урона от её атак, направленных против вас. Ну, то есть для танков, да, это хорошо вполне. Уменьшение входящего дэмэджа. Если противник остаётся жив, вы восполняете часть ярости, затраченной на порицание. Ну, условно, если это будет процентов 50, то, что порицание там требует 30 ярости, мы восстановим 15, это неплохо. Знамя Завоевателя. Вы гордо поднимаете знамя Некролордов, тем самым повышая свой мувспид. Кроме того, смертельный удар, яростный выпад и мощный удар щитом дают вам эффект Триумф. Убийства противников позволяют получить дополнительные эффекты Триумфа. А что за Триумф? Ну, в чём он делает? И написано, да? Ну, ладно. Наверное, какой-нибудь бонус универсальности? Ну, посмотрим. Вы устанавливаете также на земле знамя, увеличивающие максимальный запас здоровья, скорость атаки. Эффект знамени воздействует на вас и на находящихся вокруг него союзников. Время действия продлевается за каждый эффект Триумфа, но не может превысить максимальный показатель. То есть, это увеличение хпшечки и скорости атаки. Это Роллен Край плюс эффект героизма. Роллен Край — это командирский крик у воинов, который повышает максимальный запас здоровья кратковременно. Ну, героизм — это героизм. То есть, тут совмещенные эффекты, наверное, они как-то будут чуточку слабее, то есть, скорость атаки будет повышаться, ну, может, процентов, я не знаю, да, ну, на 5 это будет вполне нормально. 10, мне кажется, это уже как-то многовато будет. Касательно максимального запаса здоровья, ну, процентов тоже 10. В принципе, будет неплохо. В общем, такие вот ковенанты. Видосик получился насыщенный очень. Если есть что обсудить, я уверен, что есть. Дайте знать об этом в комментариях. Тайм-коды я абсолютно все расставлю. И, да, информации получилось очень много. Как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги, мойте руки. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok